Друзья мои, всем огромный привет! Меня зовут Вика, и я очень рада видеть вас у себя на канале. Сегодня очередное видео о покупках декоративной косметики преимущественно, и это косметика сегмента масс-маркет. Я решила, знаете, уже все в кучу собрать, все то, что я себе приобретала, но то, что вам еще не показывала, и вот в таком вот, наверное, завершающем этот год видео показать свои какие-то новые приобретения. Забегая вперед, сразу хочу сказать, что покупки меня не все порадовали, есть какие-то полнейшие разочарования, но обо всем по порядку. В общем, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Друзья мои, начать я хочу с уходового средства, и не так давно у меня появилась вот такая вот маска для губ марки Клаву. Клаву, это корейская марка, я, может быть, неправильно произношу, простите меня, пожалуйста, больше произносить не буду. В общем, все вы, наверное, поняли, на что она похожа, и да, я искала более бюджетный аналог всем известной ночной маски. Я картинку ставлю, потому что не помню, как она называется. Вот, две тысячи с лишним мне за бальзам для губ как-то было слишком жалко выбрасывать. Я считаю, что мои губы не настолько сухие, чтобы платить две тысячи за маску для губ, поэтому искала более бюджетный аналог. И вот наткнулась на вот такую маску, которая, мне кажется, очень по своим и внешним характеристикам, очень сильно мне напомнила именно ту маску. Вот. Что хочу сказать. Для меня данный продукт оказался абсолютно бесполезным и абсолютно неработающим. Именно лично для меня. Возможно, я на него возлагала большие надежды и требовала больше, чем данный бальзам, данная маска может дать. Я хотела как? Я хотела наносить данную маску на губы и чтобы мои губы были увлажненные на следующий день, ну хотя бы целый день до следующего вечера, до следующего момента, пока мне нужно будет ее наносить. Что в итоге я получала? Да, я наношу ее на губы, ложусь спать, маска начинает работать, с утра встаешь, губы просто как у младенца, но к середине дня губы начинают скукоживаться, губы теряют влагу и приобретают свое первоначальное такое первозданное состояние, то есть требуют дополнительного увлажнения. Я сначала подумала, что данная маска, бальзам, имеет накопительный эффект. На протяжении двух недель я повторяла этот ритуал, но изо дня в день я получала один и тот же результат. К середине рабочего дня мои губы вновь превращались вообще непонятно во что. Поэтому для себя я поняла, что данное средство, оно, наверное, больше как увлажняющий бальзам, то есть как обычная гигиеническая помада, которую нужно периодически обновлять. Да, какое-то время после нее губы просто идеальные. Все шелушинки, все какие-то вот эти вот арговешие частички, они прям прибиваются и губы становятся очень красивыми. Но это абсолютно не долговременное, так сказать, действие. Спустя какие-то часы губы снова утрачивают свою вот эту влагу. Поэтому, да, похоже на обычные действия гигиенической помады. Более того, мне неудобен формат, если использовать ее как гигиеническую помаду, потому что постоянно в течение дня залезать в банку пальцем, либо лопаточкой наносить, это не очень удобно. Более того, по своей текстуре маска имеет какую-то такую слишком вазелинистую структуру. Когда вы ее накладываете на губы, ее для того, чтобы они увлажнились, нужно положить хороший слой. Но чисто визуально это выглядит ужасно. Ну, то есть с такими губами на улицу ты не пойдешь. Прямо не видно, что такие влажные. Если использовать просто тонким слоем, то толку абсолютно никакого нет. Более того, какими-то дополнительными заживляющими качествами и особенностями данный бальзам не обладает. То есть если мелкие ранки, они не заживляются. Поэтому для меня данный продукт оказался полнейшей пустышкой. И на данный момент лучше моего ланолина для губ нет ничего. По сути, внешний вид точно такой же, но достаточно буквально получаса для того, чтобы мазь начала действовать в процессе действия. Мало того, что губы увлажняются, так еще и заживляются всевозможные травмы, трещинки, какие-то там, не знаю, ранки. Вот. Поэтому для меня это полнейшая пустышка. Я рекомендовать вам ее не буду. Следующий продукт, о котором я вам хочу рассказать, это Броу Стайлинг Вакс. Ну, то есть это воск для бровей от марки Топ Фейс. Не могу вам показать, потому что зеркальная крышка, но он очень сильно похож на знаменитый воск для укладки бровей от Анастасии Беверли Хиллс, который я только видела, но не пробовала. Поэтому сравнивать их я не буду. Буду говорить конкретно вот об этом прозрачном воске. Помимо сухих губ, у меня еще очень непослушные брови. Пипец, какие непослушные. Мне кажется, все отвратительные качества бровей, какие бывают, вот они воплотились в моих бровях. У меня они жесткие, очень жидкие и растут вниз. Для того, чтобы их уложить, чаще всего я, конечно, использую ламинирование бровей, но ламинирования мне хватает буквально на месяц. Процедуру эту можно делать не чаще, двух раз, одного раза в два месяца. Соответственно, после того, как эффект пропадает, я еще целый месяц пытаюсь со своими бровями совладать. Лучшее фиксирующее средство для моих бровей, это, наверное, мыло. Но здесь есть тоже свои какие-то такие подводные камни и эффекты, которые меня абсолютно не устраивают. Первый эффект, то что с помощью мыла мои брови держатся только за счет того, что мыло их приклеивает к коже. И вот этот вот эффект приклеенных к колбу бровей, это вот моя тема с мылом. Потому что если использовать немножко мыла, ну, абсолютно нет никакой фиксации. И второй момент, в связи с тем, что я использую много мыла, на моих бровях попадаются вот эти, появляются вот этот налет, катышки, в общем, мыльные такие шарики, которые тоже выглядят абсолютно неаккуратно. Поэтому мыло я использую крайне редко, ну, вообще вот очень редко. В основном я просто смирилась и рисую себе брови, волоски так, как я хочу, а мои растут сами, как-то вот сами по себе. И мне всегда было интересно найти средство, которое может совладать с моими непослушными волосками, потому что, ну, на самом деле обидно. Вот, опять-таки наткнулась в чатиках, в форумах на отзывы о данном продукте. И, конечно же, его поспешила заказать. Сразу хочу сказать, что пробовала я его не слишком, тестировала я его не слишком долго, может быть, раза три-четыре. Но, в принципе, для подобного средства этого достаточно для того, чтобы сделать определенный вывод. Ну, здесь вывод один, либо держит, либо не держит. И, вы знаете, я приятно удивлена. Это вот написано, что это воск, но для меня это просто такой вот плотный гель. То есть, не гель, который привычный в тубе, он жидкий, а это более густая такая формула геля. И этот гель, он действительно фиксирует мои волоски именно в вертикальной позиции. При этом не надо мне эти волоски приклеивать к колбу, чтобы они держались. Это средство, его нужно совсем чуть-чуть, потому что, если много использовать, тоже появляются вот эти вот катышки. Но в маленьком количестве он фиксирует мои брови. Да, не на целый день. Но до вечера я смотрю, что мои брови в вертикальном положении. Данный воск шел вот в такой вот коробке. Мне кажется, очень стильно. И с щеточкой. Очень классно, здорово сделано. И стоит довольно бюджетно. По-моему, 400 рублей я на Вайлберрис отдавала. Расход минимальный и действительно работающий продукт. Поэтому, если вы ищете что-то хорошо фиксирующее волоски ваших бровей, обратите внимание. Всем-всем могу, конечно же, порекомендовать. Следующий продукт – это уже декоративная косметика. И я хочу сначала рассказать о вот такой вот пудре от Art Deco, которую я купила осознанно, как говорится. То есть я неоднократно приходила в магазин, я ее тестировала. Более того, потом искала магазин, где ее можно купить подешевле. Цена ее была тоже такая не слишком привлекательная, в районе 2000 рублей. Но романовый мейкап у меня не получилось купить, потому что не было нужного оттенка. Поэтому я думаю, ладно, куплю обычную фиксирующую пудру в прозрачном варианте. То есть выглядит она вот так. Обычная белая пудра. Что нам обещает производитель? Он обещает, что воспользовавшись данной пудрой, вы зафиксируете свой макияж, избавитесь от жирного блеска. Также ваши поры и морщины станут менее заметными. Собственно говоря, все, что мне нужно от пудры. Мне нужна пудра с блюр-эффектом. То есть та, которая создает красивое лицо. Что в итоге я получила? Получила я следующее. Очень красивую упаковку. Очень приятную текстуру. Хотя, знаете, мне она немножечко вот до сих пор непонятна. Когда ты водишь пальцем по самой пудре, ощущение такое, что ты водишь пальцем по пластмассовой поверхности. Когда ты смотришь на свой палец, эту пудру вообще не видно. Но при этом, когда ты начинаешь растирать, вот эта вот шелковистость, какая-то силиконистость, она присутствует. То есть ты понимаешь, что есть вообще этот продукт, только тогда, когда ты пытаешься его растереть, либо попробовать лицо. Для меня это немножечко, как сказать, так непривычно. По сути, не видеть продукт, не видеть, где он как нанесен. И поэтому методом тыка только определять, где у тебя хорошо пропудрено, а где у тебя нехорошо пропудрено. Вот. Но ладно. Она же прозрачная, имеет право быть такой. Что касается самой пудры, повторюсь, очень шелковистая текстура. И когда вот сводч делаешь, прям вот появляется такой небольшой сатиновый отлив, который, как мне показалось, должен как раз-таки делать лицо более красивым, более симпатичным. Светоотражать все наши неровности и делать его более гладким. Но на деле оказалось все иначе. Данная пудра, она предательски подчеркивает вообще все бугорки и впадинки на лице, все поры, все морщины. И у меня становится некрасивое лицо. То есть, вроде ты эту пудру не видишь, но она подчеркивает абсолютно весь рельеф кожи. Я сегодня делала макияж, и вот вообще весь мой макияж, который у меня сегодня сделан, ну, может быть, за исключение там пары продуктов, мне абсолютно не нравится, как я выгляжу в зеркале. Вот абсолютно не мои продукты. То есть, пудра, она уродует. Господи, как это громко сказано? На самом деле, меня вот она уродует. Я не вижу красивого, гладкого лица. Я вижу все свои морщины, все свои расширенные поры, все свои какие-то прыщи. И какой бы тон я ни наносила, эта пудра уродует вообще все покрытие, какое есть у меня в коллекции. Соответственно, я покупкой этой недовольна. Я, конечно, не буду ее пока отдавать, оставлю ее до лета, посмотрю, насколько хорошо она матирует, потому что сейчас оценить матирующий эффект у меня не представляется возможности. Ну, а там посмотрим. Если и матировать она не будет, то придется мне ее отдать, наверное. Ну, я дочери отдам, потому что кожа у нее молодая, и вряд ли она сможет ее испортить. А так, конечно, и дизайн прикольный, и упаковка красивая. Да, кстати, в комплекте шла пуховка, она отдельно в коробке была. Конечно же, я ее с собой сюда не принесла. Но я не знаю, для чего это надо, потому что отделения для пуховки здесь нет, и с пуховкой пудра абсолютно не закрывается. В общем, вот такое вот у меня разочарование, которое я хотела, которое я выбирала, и которое я на самом деле не спонтанно купила, но, к сожалению, видимо, не мое. Следующий продукт тоже разочарование, полнейшее разочарование. Как раз-таки оно у меня отправляется к новому хозяину. Я, конечно, просто предложу, кому нравится, кто захочет, из моих знакомых это заберет. Но это абсолютно провал, просто провальный провал. Я сейчас говорю о палетке теней марки L'Arte. Это итальянская марка. В свое время у меня был, по-моему, тон, была пудра и, по-моему, помада. Да, и, в общем-то, я всем была довольна. Тут я пришла и потестировала эту четверку теней. У меня, кстати, в оттенке номер 3. Называется Shocking Chic. Вот. Их, по-моему, три. Они... Две из них в нюдовой гамме. И вот одна вот такая вот какая-то бордово... Ну, в общем, оливковая. Подобные оттенки моим карим глазам идут. И когда я ее потестировала в магазине, мне показалось, очень классные такие тенюшки, которые... Сейчас я все сводчи сделаю. Мало того, что они, видите, пигментированы, плюс они еще и как хорошенечко так растягиваются. Сатинчики красивые. Вот эта оливка с золотишком тоже отличная. Просто. Но, но, каково было мое разочарование, когда я их тестировала в макияже? Во-первых, абсолютно не моя цветовая гамма. Сегодня вот я делаю с этими тенями макияж без особого удовольствия. Абсолютно. Зеленый я даже не стала использовать, потому что при нанесении зелень вообще пропадает. И остается вот эта вот какая-то грязь серо-золотистая. Я сегодня намеренно положила эти тени на подложку, для того, чтобы вы хоть что-то увидели на моих глазах. Но итог он все равно один. Уставший вид. И плюс 20 лет. Реально, оттенки, они очень сильно старят. Старят. Старят, да. Это какие-то ужаснейшие серо-бордово-розовые. Розовая цветовая гамма, которая, мне кажется, не подходит абсолютно никому. Возможно, на зеленых глазах, возможно, на голубых глазах они как-то по-другому раскроются. Но на моих карях это просто отвратительная цветовая гамма. Но ладно, если бы цветовая гамма. Сами тени. Сами тени очень допотопные по своей формуле, по своему финишу, вообще по своему нанесению. Наносить их нереально они сыпятся. Они какие-то крупнодисперсные. Они ужасно подчеркивают все морщинки на веки. То есть они их ухожат. Плюс они абсолютно нестойкие, они полупрозрачные. Их наслоить невозможно, они крошатся. И это прям вообще печаль, беда, огорчение. Единственный более-менее нормальный оттенок это матовый. Его, по крайней мере, можно наслоить куда-то. Его можно на базу положить. Видите, он в принципе передается очень даже неплохо. И вот пигмент еще на пальце остается. То есть матовые текстуры более-менее нормальны. Из этого я могу сделать вывод какой. Что итальянские марки меня могут порадовать только своими карандашами. В общем, всем, кроме теней. Не получается у меня совладать с тенями итальянских марок. Вот у меня сейчас всплывают в голове там кика, пупа. Вот они все одинаковые. Когда ты их тестируешь, они классные. Как только ты пытаешься с ними делать макияж, они становятся ужаснейшими. И еще один косяк у них, у всех, у всех. Они куда-то впитываются. То есть цвета нет. Ты их тушуешь, тушуешь, наслаиваешь, наслаиваешь. Они впитываются и впитываются. В общем, для себя поняла, что тени итальянских марок я больше, по крайней мере, пробовать не хочу. Перед тем, как покупать, обязательно буду смотреть отзывы. Потому что частенько бывает, что пришел в магазин, потыкал, тебе понравился сводч, взял домой, пришел, разочаровался. У меня вот по статистике именно чаще всего такое происходит именно с итальянскими марками. Какое-то вот такое у меня полнейшее расстройство с этой палеткой теней. Я ее рекомендовать вам не буду и постараюсь побыстрее от нее испать. Следующий продукт это тоже марка L'Arte, De Bello. И это румяхи. Вот такие вот милые румяшки. У меня в оттенке 01. Называются они First Love, Первая любовь. И что первое меня порадовало, это название вообще оттенков. У них, по-моему, четыре оттенка. Первый оттенок вот у меня называется Первая любовь. Второй оттенок называется Второй шанс. Третий оттенок называется Третий муж. И четвертый оттенок, это, по-моему, бронзер или скульптор, называется Четвертый любовник. Ну, забавно, да, креативные ребята. Ну, в общем, я для себя выбрала First Love. И когда я ее тестировала, точнее, когда я увидела эти румяна, мне показалось, что они немножечко, видите, какие-то такие с фиолетовым чем-то. Но, потестировав их, даже вот свочь, когда сделала, видите, приятный такой розовый оттенок свежести. Очень красивый. То есть в упаковке и на пальце оттенки, ну и, соответственно, на щеках, они немного разные. То есть он более такой либо нейтральный, либо теплый. Ни капельки он не белесый. Ой, он такой нежный, красивый, вот прям оттенок румянца на морозе. Вот, смотрите, какая прелесть. И румяными этими я довольна на 100%. У них правильная пигментация, не слишком они такие активные и не слишком уж полупрозрачные. То есть если нужно чуть-чуть, можно нести чуть-чуть. Если нужно наслоить, они отлично наслаиваются, при этом не полосят, очень классно рассредотачиваются на щеках и создают свежий отдохнувший вид. Удачный, крайне удачный вот этот вот первый оттенок. Поэтому его я могу всем порекомендовать. Собственно говоря, как и все румяна, от Пупа, от Кика и, соответственно, от Ларте. Вот с румянами у них прям вот песня получается. Они умнички, продукт румяна в итальянских марках вообще одни из самых лучших у меня. Вот в моей категории румях, которые есть, я очень люблю. Румяшки итальянских марок, они всегда на высоте по своему качеству. Поэтому обратите внимание, если ищете что-нибудь такое освежающее, прохладное на зиму, вот первый оттенок, очень-очень он такой красивый. Мне, меня они приятно порадовали. Да, и расход тоже классный, не пылят, наносится классно. Единственное, что у них есть такая душка. Мне она не совсем нравится, но она быстро улетучивается, поэтому здесь я проблем никаких не испытываю. Вот, Ларте румяшки могу порекомендовать. И заключительный продукт, это матовая помада от Шик. Натали Шик, это номер 08, Purple Haze. Насколько я поняла, это один из четырех оттенков новых в линейке этих помад. Помады уже довольно долго присутствуют на рынке, но у меня ничего не было. Я как-то всегда скептически отношусь к жидким матовым помадам. У меня всегда какие-то неприятные ассоциации с ними, я их не люблю. Но тут вот вышли вот эти помадки, и мне так захотелось именно восьмой оттенок, потому что я решила выйти из зоны комфорта. Вообще абсолютно не мой, как бы такой привычный для меня цвет. Заказывала я его вслепую. Он на губах более такой, видите, спокойный, нежели чем в бутыльке. Тут он прям такой холодный фиолетовый. На губах он более розовый какой-то такой, сереневатый, но не слишком холодный, не слишком убивающий меня. Вот, что касается оттенка. Слава богу, он мне подошел, он мне нравится, и я его активно сейчас ношу. Вот, ни с того ни с сего никогда бы не подумала, что такой оттенок буду носить на постоянной основе. Первый момент. Что касается самой помады, хочу сказать, что это одна из самых комфортных помад матовых в моей коллекции. Никакого дискомфорта вообще не ощущаешь. Наносится она в один слой абсолютно идеально, без проплешин. Она устойчивая. Я не могу сказать, что она прям вот стойкая, да, то есть она отпечатывается, но, по крайней мере, она не скукоживает губы, она не сушит их, не создает какого-либо дискомфорта в процессе носки. Для меня подобная формула помады матовой, она, на мой взгляд, идеальна. Да, пусть я буду ее подправлять, пусть я буду ее несколько раз там перекрашивать в течение дня, но при этом, при всем, мои губы не будут вот такой вот сухой куриной попкой. Я для себя решила, что обязательно еще куплю какие-нибудь другие оттенки, но мне сложно выбрать вот онлайн. Все-таки надо доехать до золотого яблока и потестировать другие оттенки непосредственно вживую, вот, потому что, боюсь, второй раз с цветом я так не попаду. Если вам нравятся жидкие матовые помады, но при этом вам не слишком важна там железобетонная стойкость, а вы больше цените какой-то комфорт, цвет, пигмент, качество, то обратите внимание, вот у Натали Шик, у нее потрясающие помады, как выяснилось. Тоже могу всем-всем порекомендовать. Друзья мои, на этом видео я свое буду завершать. Спасибо, что были со мной эти несколько минут. Ну, несмотря на то, что продуктов не так много, я снова заболталась, постаралась побыстрее. Простите, пожалуйста, я очень люблю поболтать, иногда не по делу. Я благодарна вам за то, что подписываетесь на мои каналы. У меня еще есть влоговый канал, кто не знает, да, я там снимаю свою обычную жизнь не так часто, ну, по крайней мере, чаще, чем тут. Так что, если и что, подписывайтесь. Я хочу поблагодарить вас за ваши оценки, за ваши комментарии, за то, что мотивируете меня снимать все больше и больше новых видео. Я также хочу сказать спасибо, что были этот год со мной. Спасибо большое, мне это очень ценно. В преддверии Нового года также очень хочется мне поздравить вас с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. Пожелать вам прежде всего, конечно, это самое-самое важное, это здоровье. Вот здоровье самое важное желаю вам, вашим всем родным и близким, чтобы все были здоровы. Также желаю вам огромного счастья, огромной любви, больше добра, больше сострадания, больше сочувствия, больше, наверное, снисхождения, наверное, да. Желаю вам находить в себе силы не отвечать на зло-зло. Я хочу пожелать вам, чтобы все ваши добрые, позитивные мечты и желания обязательно осуществились в скором времени. Но обратите внимание, только добрые. Если это желания какие-то плохие и злые, то желаю, чтобы они никогда в жизни не сбылись. Надо быть добрым человеком, нужно быть милосердным человеком. Ребята, я вас всех очень люблю, я вас всех обнимаю. Увидимся с вами в следующем году. До новых встреч, пока!